МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти темы, конечно же, сейчас доминируют на юразийском женском форуме. И вот в нашей программе принимает участие сейчас председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Агумерова. Лилия Салаватовна, здравствуйте! Здравствуйте! Но я знаю, что вы также принимали участие в очень интересной секции. Она называется «Женщины, ученые, лидеры научно-образовательной сферы». Сама тема говорит о том, что женщины доминируют сейчас, или, по крайней мере, они завоевывают один из пластов, мужских пластов, научно-исследовательский. Я знаю, что у вас была очень интересная дискуссия. Могли бы вы нам сказать хотя бы в двух словах, в чем конкретика и проблематика этой секции? Ну, начнем с секции «Женщины, ученые», но, Александр, не соглашусь с вами, что женщины начинают доминировать в мужских сферах. Ощущение такое. Прежде всего, мы единодушны с нашими коллегами, учеными всего мира, что науку невозможно разделить на женскую и мужскую. Секцию мы проводим уже третий раз в рамках Евразийского женского форума. Причем, знаете, мы не живем от форума до форума, только заканчивается форум, завершается секция, и у нас уже целая рабочая программа совместных действий, проектов, встреч по ВКС, посещения каких-то учреждений, продвижения нашей женской научной повестки. Но, знаете, было очень приятно, что центральным мыслью, предложением, во имя чего должны объединиться женщины-ученые, прозвучала мысль о том, что природоподобные технологии, которые сегодня так востребованы, как нельзя свойственны для женской логики, ума, умения договориться, женской научной дипломатии. Ведь слишком долгое время мир доказывал, что мы умнее природы, нарушали сложнейшие процессы, связанные с природой, и получили очень много вызовов, на которые действительно нужен ответ. Ответ может быть только тогда, когда мы слушаем природу, тихонечко подсматриваем за ней, как выразилась одна из участниц нашей сессии, и учимся жить по законам природы. Но, согласитесь, чтобы сделать это и ответить на современные вызовы, нам нужны прорывные научные крупные проекты, проекты Мегасайенс. И не каждая страна может себе позволить иметь оборудование, ту инфраструктуру, которая нужна для таких важнейших, мощнейших научных разработок. И вот как раз объединение вокруг такой повестки, повестки позитивной, прогрессивной, повестки, которые соответствуют законам природы, и так востребована для сегодня, чтобы сохранить мир и нашу планету, жизнь на Земле, она, конечно, объединяет женщин-ученых мира. Более того, были представлены конкретные примеры, когда кооперация в данном направлении дает конкретный результат. Допустим, совместные проекты Курчатовского института и Исламской республики Иран, когда две замечательные, совсем юные женщины-ученые представляли свои результаты в этом направлении. Но и целый ряд других проектов, которые в области микроэлектроники, в области энергетики, которые сегодня очень востребованы. И, конечно, вот эта готовность объединяться, причем это, знаете, не просто благие намерения, это целая программа конкретных действий. Очень яркий пример вот такой кооперации, это Объединенный институт ядерных исследований, целый ряд крупных ученых из Румынии, Кубы, представители этой организации международной выступали с конкретными идеями. Кстати, по итогам секции мы приняли коммунике, где четко изложили свою позицию по конкретным вопросам, наше видение решения тех или иных проблем, но и, как бы, такую короткую программу наших действий. Можно ли говорить о том, и прозвучала ли эта тема у вас во время заседания и обсуждения, как проблема продвижения проектов, лидерами которых являются, и авторами которых являются женщины, существует ли такая проблема? И еще, институт наставничества, который очень важен сейчас в научной сфере, эта проблема тоже существует? И как на все это смотрят ваши коллеги из рубежа, те, которые приехали на форум, они сталкиваются с такой проблематикой или нет? Вы знаете, вы совершенно правы, и в этом мы тоже очень схожи. Безусловно, продвижение женщин в науке, привлечение девочек, особенно, естественно, научные направления актуальны, прожалуй, для любой страны мира. Мы посмотрели аналитику, результаты соцопросов, мониторинга. К сожалению, победителями Олимпиад, начиная со школьной скамьи и дальше уже разработчиками получения грантов, являются в основном мальчики, юноши и мужчины. Но дело не в том, что они умнее, чем женщины, а в том, что малое количество девочек уже со школьной скамьи, если пропорционально брать, и дальше школа, вуз и так далее, участвуют в тех или иных проектах получения грантов в Олимпиадах. Буквально, начиная со школьных Олимпиад, прививать интерес, завлекать девочек в науку, тогда, конечно, чем больше они участвуют, то и процент победителей не будет столько отличаться. Но, конечно же, социальная поддержка юных исследователей. Нам было очень приятно, что по итогам одного из евразийских форумов на нашей секции научной женщины в науке, директор научной организации Григорий Трубников, Институт ядерных исследований, о котором мы говорили, дал обещание выполнить все, что возможно на примере своей научной организации. Буквально через несколько месяцев одна из ведущих ученых женщин стала вице-президентом этой крупнейшей организации. При библиотеке группа по присмотру, причем ясельного возраста детей открылась, гибкие рабочие графики. Знаете, многие такие решения по поддержке молодых исследований не требуют миллиардных вложений, но очень-очень хорошо работают. И сегодня ученые из Австрии, других стран об этом говорили, и мы были едины во мнении, что этими практиками надо делиться и в хорошем смысле их лоббировать, и добиваться, чтобы они были. Есть ли такая проблема, как совмещение непосредственно научной деятельности у женщины и семьи, то есть сохранение традиционной семьи? Ведь женщина должна уделять больше внимания, чем мужчина. Это правда, нечего скрывать именно семье и детям. Женщине действительно сложнее, но вот как раз одной из основных тем является, как сделать так, чтобы успешная женщина, потенциально готовая к научным открытиям, имеющая большой научный потенциал из отделов, не стояла перед выбором, продолжить ли ей свое исследование, либо состояться, как мама, жена, хранительница семейного очага. И мы ведь эту тему в хорошем смысле лоббируем и на международном форуме молодых ученых в Сириусе. И многое уже получилось. Если вы помните, что одна из девушек обратилась к президенту страны, напрямую были даны конкретные поручения. Но знаете, в целом сегодня в Российской Федерации огромная поддержка к науке. Причем каждый регион Российской Федерации сегодня чувствует на себе федеральную поддержку. И мы столкнулись с санкциями, столкнулись с тем, что нам нужно завоевать свой технологический суверенитет. Без науки этого сделать невозможно. А ведь современные производства, они открываются в конкретном городе, в конкретном регионе. И для этого поддерживать научный потенциал очень важно. Мы рассмотрели и в региональном разрезе. Вы знаете, что сегодня обновленная стратегия научно-технического развития страны. В ней заложено как раз предложение Совета Федерации, чтобы в регионах появились свои стратегии. У нас формируется региональный научный спецназ. Вместе с правительством мы ведем эту тему. И вот такие проекты, как научно-образовательные центры мирового уровня, передовые инженерные школы, которые есть сегодня в регионах и регионы заинтересованы, мощнейший дают толчок развитию науки региональной, да и науки вообще в целом. Вы сказали, что по результатам сессии вы выработали документ, в который вошли все ваши предложения, ну, по крайней мере, самые интересные. Если можно коротко, они как-то будут реализованы? То есть это все будет отправлено в какие-то органы исполнительной власти в каждой стране? Каков путь движения этого документа? Это не протокольное, конечно же, решение, не постановление правительства. Это как рекомендация. Это наши намерения и соглашения о том, как мы будем действовать дальше. И как показала практика, то это не пустые слова, брошенные в воздух, не пустые какие-то намерения благие, а именно какая-то определенная карта наших совместных действий. Просто из таких сессий результатом случаются, конечно, и крупные идеи, крупные проекты, но и конкретные точечные решения. Какой-то крупный ученый поедет в регион и будет реализовать свой проект. Какие-то страны, научные учреждения конкретные тоже будут вместе реализовывать то, что нужно сегодня во имя науки. Но вы сказали, что завершилась акция принятием Каунике, но я вам скажу больше, что мы завершили ее песней «Надежда», где, взявшись за руки, мы исполнили вместе, причем с иностранными участниками, мы заранее подготовились. Я не знал слова, да? А мы написали русские слова на латинице, и все могли, имели возможность прочитать. Знаете, с надеждой, мне кажется, это глубоко символично, с надеждой на то, что наш научный потенциал, кооперация во имя идей мира, добра, прогресса, ответа на современные вызовы с помощью наших научных решений обязательно исполнится. И мы обязательно встретимся. Вот с надеждой на это мы, в общем-то, исполнили песню и завершили секцию. Ну, а мы уверены, что у вас все получится, потому что мы знаем опыт, которым вы обладаете, и теми компетенциями, которые обладаете, и ваш комитет в том числе. Спасибо за интервью, хорошего дня. Спасибо большое.